Всем привет, друзья, главный дилетант страны на связи. Вы знаете, сегодня речь пойдет о войне в Нагорном Карабахе. Вот уже неделю идет эта война, причем, судя по разного рода источникам, достаточно кровопролитные. Я взял паузу в течение недели, я не только отслеживал всю ситуацию, из абсолютно разных, как проармянских, так и проазербайджанских источников, читал в переводе очень много материалов, которые публикуются в Европе. Ну и я, кроме всего прочего, еще хотел оградить себя от реакции в соцсетях, так называемых экспертов обо всем, которые ляпают по любой проблеме все подряд. Я решил подойти немножко более ответственно к этому всему. Вы знаете, еще раз повторюсь, пересмотрел десятки документов, там десятки часов видео, и хотел бы донести свою позицию. Ну и еще один момент, то, что очень многие в Украине считают, что это такое очень далекое, и нас может не затронуть. Итак, давайте поговорим немножко про те причины, по которым сейчас идет война. Ну, конечно, молодое поколение этого не знает, но первая кровь в Советском Союзе на межнациональной основе произошла в Сунгаите. И это, конечно, был отголосок ситуации в Карабахе. Что касается самой территории Нагорного Карабаха, ну, вы знаете, есть конфликты исторические, территориальные, которые тянутся там столетиями, и на первый взгляд без железнейшей политической воли не имеют решения. Ну вот, допустим, какое политическое решение, есть проблемы с Иерусалимом? Да нету такого. Да, только если кто-то займет принципиально жесткую позицию, а другая сторона будет готова на какие-то компромиссы. Ну, естественно, как очень многое то, что происходит на Кавказе, в Закавказье, это мина замедленного действия, заложенная еще в далекие 30-е годы господином, товарищем, тираном Сталином. Именно он включил Нагорный Карабах, НКАО, Нагорно-Карабахскую автономную область в состав Азербайджана, учитывая, что тогда уже там основное население это были армяне. Но вопрос не в этом, вопрос в другом. Вопрос в том, что худо-бедно при советском строе вот эти все межнациональные конфликты решались очень жестко. Чечен депортировали, крымских татар депортировали при малейших каких-то поползновениях. Ну вот, во время начала перестройки, а именно там в 88-м году, это уже не самое начало перестройки, а скажем так, уже один из последних вариантов, моментов, провелась первая кровь. Дальше началась война, которую некоторые датируют 92-м годом, хотя и до этого там были перестрелки, но тем не менее, в 1994-м году был достигнут хрупкий мир. Хрупкий мир на основе тысячи погибших людей. На основе, вот по разным данным, я встречал разные цифры, от полу до полутора миллионов беженцев с одной и с другой стороны. Та война закончилась, будем откровенны, полной победой Армении. Был захвачен не только Нагорный Карабах, был захвачен так называемый Лачинский коридор, который соединял непосредственно территорию Армении, признанную в международном праве с Нагорным Карабахом, ну и также плюс семь районов, которые не входили в Нагорный Карабах, которые были оккупированы Арменией под предлогом того, что это определенный пояс безопасности. После этого Нагорный Карабах объявил о своей независимости государства, которое не признано никем, ну там, надо уточнить, по-моему, вот этими вот уже утворениями, я кто кажу, украинскую мову, там типа Южной Осетии, Абхазии, может быть, он и был признан. Даже сама Армения его не признала. Ну и с тех пор начался такой период достаточно шаткого статус-кво. Азербайджан, понятно, не мог мириться с потерей, с оккупацией своих территорий, там больше 10%. В Армении тоже были горячие головы, которые чуть ли не призывали к расширению военного успеха, но, тем не менее, в 99-м году при личном вмешательстве госпожи Олбрайт, госсекретаря Соединенных Штатов, был почти воплощен так называемый план Пола Гобла, по которому стороны обменивались территориями. В частности, за Арменией оставался Нагорный Карабах и Лачинский коридор. Это та территория, еще раз, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. Азербайджану возвращались в 7 оккупированных районов, плюс к этому Армения отказывалась от своей границы с Ираном. И с помощью вот этого коридора Азербайджан получал, в общем-то, сообщение с Нахичевани. Самое прикольное в этом все, что стороны почти договорились. Более того, армянский эстеблишмент был готов идти на вот эти непопулярные, понятно внутри страны, меры, но прекрасно понимая то, что, в общем-то, проблемы нужно рано или поздно как-то будет решать. Но потом случилось то, что случилось, как говорится. Я вам напомню, что в 1999 году парламент Армении был захвачен террористами, в том числе в ходе его захвата были убиты спикер парламента, премьер-министр Армении, несколько еще депутатов. Ну вот как раз спикер и премьер полностью этот план поддерживали. Случайно это или нет, абсолютно неизвестно. Ну, конечно, в общем-то, мы сейчас можем говорить все, что угодно, учитывая то, что после их убийства и после того, когда пришли новые люди, вот этот мирный план урегулирования был как бы уже отброшен. Потом худо-бедно через постоянные перестрелки, которые, кстати, не включали в себя тяжелое вооружение, стороны очередной раз подошли к так называемому мирному урегулированию карабахского вопроса. Я напомню, это был 2011 год. Это было в российской Казани, территория Татарстана, при, в общем-то, тотальной поддержке тогдашнего президента Российской Федерации, господина Медведева, который после войны в Грузии, имея жесточайший негатив в мире, хотя это не привело к никаким реальным последствиям, очевидно, решил все-таки сыграть из себя какого-то миротворца, ну вот и решить один из региональных конфликтов, в частности, Нагорный Карабах. Вы знаете, просматривая информацию о 2011 году и о переговорах между Арменией и Азербайджаном, в общем-то, ловил себя на мысли в том, что в стороны фактически договорились. Но все пошло не так в самый последний момент по информации, которая есть, опять же, вы можете это перепроверить в интернет. Последний итоговый документ содержал, когда вот уже принесли на подпись, содержал ряд несоответствий тому, о чем были достигнуты договоренности. Ну, например, Азербайджану отходило не 7 районов захваченных Арменией, а 5 районов. Поэтому, в общем-то, в 2011 году эта ситуация не получила своего, ну, как бы для всех желательного решения. Что интересно, что мирный план урегулирования Карабахской проблемы, Карабахского конфликта, дорожной карты, как они тогда называли, урегулирования, фактически на 90% соответствовал плану Гобла, непринятому в 1999 году. Единственное, что проблема Нагорного Карабаха, его государственной принадлежности, как бы откладывалась на 50 лет. То есть, через 50 лет после подписания должен был состояться референдум. Ну, понятно априори, что Нагорный Карабаха бы по этому референдуму тогда бы отошел к Армении. С 2011 года ситуация поменялась в корне. Вы знаете, что если в начале военного конфликта Армения и Азербайджан, я имею в виду начало 90-х, были по экономическому потенциалу, по крайней мере, по тем цифрам, которые есть в открытом доступе, фактически, ну, плюс-минус, плюс-минус, конечно, в равном экономическом положении, то, начиная с 2011 года, ситуация поменялась. Допустим, только военный бюджет Азербайджана сопоставим с бюджетом всей Армении. Но вот интересная штука, позволит ли это решить Азербайджану проблему военным путем? Очень сомневаюсь, учитывая, вот я изучал реально достаточно долгое время разного рода карты. Слушайте, ну, такой сложный регион для наземной операции. Горы сплошные, высоты, несколько дорог, которые с господствующих высот обстреливаются. Жертвы среди личного состава были бы колоссальны. А теперь главное, зачем мы решили выложить это видео? Ну, вот, очень многие в Украине как бы не совсем адекватно, что ли, относятся к той ситуации, которая сложилась, и не видят тех параллелей, которые можно провести. Ну, во-первых, конечно, первая же параллель это с Донбассом. По поводу замороженных конфликтов. Вы видите, не бывает замороженных конфликтов. Есть несколько примеров, но опыт дипломатии мировой убеждает, что все-таки пример с Косово это, наверное, лучший вариант решения территориальных и межнациональных конфликтов. Конечно, с Донбассом ситуация абсолютно другая. Мы имеем не межнациональный конфликт, а открытую агрессию со стороны Российской Федерации и аннексию Крыма, плюс добавьте, то есть мы имеем потерянные территории, сопоставимые с потерями Азербайджана. Именно поэтому заявление нашего МИДа относительно того, что Азербайджан, вернее, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, мне кажется, абсолютно правомерным. При этом, поверьте мне, я не выступаю ни на чьей стороне. Но с другой стороны, посмотрите, мы имеем как минимум 4 заявленных участника конфликта. Собственно, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, если его считать одной стороной, и Турция. Также можно, в связи с тем, что Пакистан выражает полную поддержку Азербайджана, признать его и тоже этой стороной. Но вопрос в другом. А Российская Федерация? Ведь у Российской Федерации есть база в Гюмри, которая, в общем-то, позволяет Армении чувствовать себя достаточно спокойно, учитывая, что это наличие вот этой военной базы Российской Федерации, ну, дает какие-то гарантии того, что война на территорию Армении в рамках международного права территории не перекинется. Еще один интересный момент. Все участники конфликта, войны, давайте уже называть это своими именами, заявляют о своих четких позициях. А дядя Вова Путин пока что отмалчивается. В этой связи возникает вопрос, а с чем это связано? С тем, что он не недолюбливает Пашиняна, это глава Армении, что очень легко можно отследить по определенным его реакционным моментам во время общения. Но, кстати, Пашиняна уже дважды звонил Путину. Мы можем только предполагать, о чем был предмет разговора. Понятно, что о чем. Просьба о поддержке. Но, тем не менее, Армения, являясь членом ОТГБ, пока что по формальным мотивам не имеет права просить помощи, но, знаете, сегодня есть вот эти формальные... Формальные причины, завтра их не будут, там любая провокация, и все, они уже есть. Но я хотел бы еще обратить внимание на то, что замороженных конфликтов не бывает. Ведь проблему Донбасса и Крыма придется решать. И придется ее решать не тем людям, которые сейчас говорят просто перестать стрелять. Почему? Потому что даже если просто перестать стрелять, то возникает один вопрос. А дальше что? Как возвращать себе эти территории? Есть ли какие-то там дорожные карты? Их там с десяток, которые я уже видел, по поводу Донбасса существует, то вопрос по поводу Крыма. Как Крым возвращать? Друзья мои. Именно поэтому мы наблюдаем за войной в Нагорном Карабахе со столь пристальным вниманием. Ну, понятно, что все мы живые люди и хотим, чтобы кровь перестала литься. Но, тем не менее, мы имеем еще один такой геополитический украинский новый шматочек бывшей империи Советского Союза, который разламывается с кровью у нас на глазах. У нас на Донбассе не должно было быть такого. И в Крыму, естественно, тоже. Вот эти все конфликты, война, которая привнесена к нам, она привнесена только Российской Федерации. Там же, в отличие от ситуации в Украине, это годами, столетиями. Ну, и плюс, добавьте к этому, советский режим, продуцируемая ситуация. Слушайте, ну, если мне наконец-то удастся связаться с армянскими и азербайджанскими блогерами, я всю неделю не оставлял этих попыток, но по разным причинам не отказывали. Получится, я обязательно запишу с ними интервью и выложу, может быть, даже в прямом эфире, чтобы вы смогли сами задавать вопросы. Ну, на сегодня все. Скоро увидимся. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, если можно, подпишитесь на канал. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok